МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 20 тонн груза в Белгород из Ярославля отправилась гуманитарная помощь. Найдено тело брата сооснователя группы Кремсода, последнего пропавшего без вести. Абирал мертвых. Ярославец осужден за махинации с жильем умерших. Флешмоб авиашоу «Салют». Ярославль широко отметил 60-летие полета в космос первой женщины-космонавта. Куда пойти на пляж? В Ярославле составили список мест, где можно и где нельзя купаться. Шинник сменил тренера. Кто возглавил футбольный клуб? В студии Константин Пламс. Здравствуйте. Вы смотрите новости на городском телеканале. Продукты питания, вода, детские принадлежности и вещи первой необходимости. Ярославцы собрали 20 тонн гуманитарного груза для белгородцев. Из-за обстрелов с украинской стороны из приграничных районов было эвакуировано почти 60 тысяч человек. Большая часть из них переехала к родственникам. Но более 8 тысяч человек находятся в пунктах временного размещения. Именно им и будет направлен гуманитарный груз. В основном это крупы, сахарный песок, масло, макаронные изделия и одежда. Собрать все необходимое удалось благодаря неравнодушным гражданам региональному отделению партии «Единая Россия» и депутатам Ярославской областной думы. Сегодня мы отправляем машину в Белгородскую область. Там нам сейчас нужна наша помощь. Сейчас украинская сторона стреляет по нашей территории. Люди нуждаются в продуктах питания, в разных гуманитарных грузах. Мы сейчас также здесь помогаем, участвуем. Как никогда мы сегодня должны объединиться, объединить наши все усилия для того, чтобы оказать нашим гражданам, и не только, и не забывая о наших бойцах, которые тоже сегодня сражаются против врагов. Поэтому на этом не будем останавливаться и будем продолжать данную гуманитарную акцию. Этой фурой будет доставлена также помощь военным, техника, инструменты и генераторы. Активисты со всего региона передают окопные свечи и маскировочные сети. С момента начала специальной военной операции Ярославская область отправила более 250 тонн гуманитарной помощи. С самого начала специальной военной операции надо отметить то, что ярославцы активно участвовали в организации сбора гуманитарной помощи. Мэрия города еще год назад выступила инициатором данной работы и помощь пособирали в торговых центрах, в организациях, в предприятиях. 18 июня после божественной литургии в храмах Ярославской епархии прошел сбор денежных средств в помощь пострадавшим от наводнения в Херсонской области. Общий церковный сбор совершается по благословению Патриарха Московского Евсея Руси Кирилла 18 и 25 июня. Сам предстоятель Русской Православной Церкви благословил перечислить из средств Московской Патриархии жителям пострадавших территорий миллион рублей. В Ярославской области нашли тело брата сооснователя группы Кремсода. Спустя три месяца поисков Романа Свиргунова случайно обнаружили в Волге. Прохожие заметили тело Романа в камышах в одном километре от места трагедии. Напомню, сама трагедия произошла 20 марта в селе Диево-Городище. Компания отмечала день рождения в загородном доме. Ребята решили подышать свежим воздухом и вышли на Волгу. Рыхлый лед не выдержал вес пяти человек, после чего компания оказалась в воде. Валерии Дерману удалось спастись. Георгий Киселев скончался по дороге в больницу. Самого Дмитрия Свиргунова водолазы нашли спустя несколько часов в Волге. А тело аристарха Ухтомского было найдено в Костромской области спустя два месяца. Ярославец осужден за махинации с жильем умерших. Кировский районный суд зачитал ему приговор два года, три месяца колонии общего режима. Подсудимого и его сотоварищи интересовали квартиру умерших, чьи тела не захоронили родственники. Жилье переписывалось по поддельным документам на представленных лиц, а потом перепродавалось. Таким образом, махинаторам удалось завладеть четырьмя квартирами. Две они продали, выручив почти три миллиона рублей. Сделка по еще одной квартире развалилась. Бдительный госрегистратор засомневался в подлинности представленных документов. Дела подельников осужденного также на рассмотрении в суде. Ярославца оштрафовали за курение в самолете. Об этом сообщается на официальном сайте управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу. 26-летний ярославец, летевший рейсом Москва-Новосибирск, несмотря на запрет, курил в туалете электронную сигарету. Его поймали с поличным. Представители авиакомпании сообщили о нарушении в дежурную часть линейного отдела МВД России в аэропорту Толмачево. После приземления стражи правопорядка пришли за пассажиром прямо на борт воздушного судна. Теперь мучение грозит штраф от 500 до 1500 рублей. С начала текущего года на территории Ярославля произошло 55 ДТП с участием автобусов, в которых два человека погибли и 71 получили травмы различной степени тяжести. Сегодня сотрудники госавтоинспекции провели очередной рейд по выявлению и пресечению нарушений в сфере пассажирских перевозок. Проверили техническое состояние транспортных средств и наличие всей необходимой документации. Александр Захаров побывал на месте. Конечная остановка на улице Калинина. Госавтоинспекторы не случайно выбрали эту локацию для проведения своей проверки. Здесь останавливаются автобусы пяти маршрутов общественного транспорта. Сначала инспекторы требуют у водителей предъявить путевую документацию, а также наличие медицинских и противопожарных средств в салоне. Две аптечки. Огнетушители вот тут лежат. Вот огнетушители. Можно посмотреть. Видно. Там еще в салоне огнетушители имеются. Да, я видел. Знак аварийной остановки. Знак аварийной остановки. Все тут имеются. Вот он, знак аварийный. Вот, видите. Да, все есть. Как правило, у водителей все необходимое имеется. Иногда даже в двойном экземпляре. Две, чтобы мало ли двум пассажирам будет плохо. Правильно? Ведь это же автобус. Это же не одного человека перевозишь. И не четыре. А тут двадцать и двадцать. Больше двадцати бывает. Поэтому лучше две аптечки. Огнетушители два. Дальше обязательно проверка технического состояния автобуса. Стеклоочистители, омыватели. Звуковой сигнал. Новые автобусы пока что на отлично проходят техническую проверку. Тем более, что за их состоянием неусыпно следят как водители, так и механики транспортных предприятий. Каждое утро приходим, проверяем уровень масла, жидкости все, наместили ремни, там угораем все вот это. Также вечером приезжаем, механик, если нужно, берет заявку, если какая-то неисправность. И в течение ночного времени исправляются у них все неисправности. То есть утром автобус выходит на линию уже. И все же самое главное – это безопасность пассажиров. По словам инспекторов, чаще всего водители наказывают за непристегнутый ремень безопасности и разговоры по телефону во время движения. За это следует наказание в виде штрафа в тысячу и полторы тысячи рублей соответственно. Но в этот раз никто в таких нарушениях замечен не был. Все водители понимают, какую они несут ответственность. Правила дорожного движения, трудовой рабочий день, ну все вроде. Ну, наверное, нерезких поворотов не допускать. Естественно, как же, это же все, это правила дорожного движения, правильно? Но все же один рейд, проведенный нашей съемочной группой с госавтоинспекторами, по их словам, не показатель. Статистика периодически пополняется новыми нарушениями со стороны водителей общественного транспорта. С начала текущего года на территории города Ярославля произошло 55 дорожно-транспортных происшествий с участием автобусов, в которых 2 человека погибли и 71 человек получил травмы различной степени тяжести. По вине водителей автобусов произошло 18 дорожно-транспортных происшествий, в которых 1 человек погиб и 32 человека получили травмы различной степени тяжести. Проверку автобусов инспекторы осуществляют на постоянной основе по нескольку раз в неделю. Александр Захаров, Василий Мосин, Новости города. К другим темам. Мэр Ярославля отчитается перед городскими парламентариями за свою работу в прошлом году. Выступление Артема Молчанова запланировано на среду в стенах муниципалитета. Глава областного центра коснется всех тем, связанных с развитием столицы Золотого кольца. Причем, поскольку Молчанов занимал пост мэра в прошлом году всего полтора месяца, отчет включит в себя и планы на год нынешний. Отмечу, после выступления главы города свои вопросы ему зададут депутаты муниципалитета Ярославля. Выходные в Ярославле прошли под знаком неба. Горожане отметили 60-летие полета Валентины Терешковой. Торжества состоялись в Никульском и Ярославле. В музее космоса открыли новую экспозицию. На стрелке высший пилотаж показывали русские витязи и стрижи. Виновница торжества побывала в школе, где училась. Как честовали ярославцы землячку, Марина Смарагдова знает подробности. Открытие обновленного музея космоса началось со службы в храме Николая Чудотворца, который был построен по инициативе Валентины Терешковой рядом с музейным комплексом. Приехало много столичных гостей. Восстановлен дом, где размещены вещи времен Ярославского детства Терешковой. Посетители восхищаются. Вот это путь от крестьянской избы до космической орбиты. Так сделан музей, что ты погружаешься не только в ее полет, в ее достижения как космонавт, а ты погружаешься в тот быт, в котором она родилась. После ремонта в залах основного здания музея разместилась экспозиция, посвященная первой в мире женщине-космонавту. И новая интерактивная экспозиция «На Марсе классно». Представлен макет марсианской базы. В экскурсиях будут использовать современные технологии робототехники и аэропоники. На 18-метровом панорамном экране демонстрируется полет Земля-Марс. На пиджаке космической леди рядом со звездой героя Орден Гагарина. Орден Юрия Гагарина, он сделан здесь у нас в Ярославле, ярославскими мастерами. Здесь будет яркая точка притяжения, которая будет точкой для всех жителей и гостей Ярославской области. Будет единый космический билет. Вы можете приехать планетарий на космическом автобусе, потом приехать сюда. Чайка – символ воздушной стихии. Чайка – позывной Валентины Владимировны Терешковой. Символично, что апофеоз праздника прошел здесь, на Стрелке. Поздравить первую космическую леди пришли тысячи ярославцев. Не кружится чайка на две бой. Флэш-моб в хороводе звезд представили участники ярославских творческих коллективов. Вся Стрелка была заполнена артистами и зрителями. Я 9 классов закончила, когда Валентина Владимировна полетела. У меня очень много вырезок из газет дома. Я, в общем, все время присутствую на ее праздниках, когда она побывает у нас в Ярославле. Валентина Владимировна смотрела на выступление, как из ложи театра. На верхнем ярусе Стрелка, как на ладони. Замечательный день для Ярославля, Ярославской области. 60 лет назад Валентина Владимировна Терешкова, наша землячка, покорила космос. Мы ей благодарны за это и благодарны за все те годы, которые нам помогают не только Ярославлю, Ярославской области, но и простым ярославцам. Мы видим, как группа сходит с фигурой полупереворот, скорость 600 км в час, обороты 96% и петля Несерова на зрителя. В небе на Ярославле прошло захватывающее авиашоу. Пилотажные группы русские витязи-стрижи и асы самолетного спорта. Ситулованная пилотесса в мировой спортивной авиации Светлана Кабанина. Рев двигателей слышал и весь город, но только со Стрелки можно было разглядеть все подробности. Вот плывут в небе спортсмены-парашютисты. А это букет с неба. В Ярославском парашютном клубе Терешкова завела традицию дарить ромашки после первого прыжка. Вечером состоялся концерт «Симфония Валентини». Прозвучали поздравления и любимая музыка юбилярши. В фойе «Миллениума» развернута фотовыставка «Космический взлет Чайки» от Роскосмоса и Музея космонавтики Москвы. Выпущена серебряная юбилейная монета, где изображена летчик-космонавт в скафандре. Первая женщина-космонавт и губернатор Михаил Евраев посетили родную школу Терешкова и встретились с выпускниками и педагогами. Два года назад Валентина Владимировна инициировала участие ярославцев во всероссийском проекте «Менделеевские классы». В день 60-летия полета подписано соглашение между Московским государственным университетом имени Ломоносова и средней школой номер 32. Марина Смарагдова, Василий Мосин, Новости города. В Ярославле завершился 48-й органный сезон. В финальном концерте прозвучали редко исполняемые произведения русских и зарубежных композиторов. Программа, которую услышали ярославцы, называется «Ярославль-городок, Москвы-уголок». Она исполнялась в Большом зале Московской консерватории. Мои коллеги побывали на репетиции завершающего сезон концерта. Хозяйка Ярославского органа Любовь Шишханова служит Ее Величеству музыке 51 год. По Ее инициативе в Государственной филармонии проводится фестиваль имени Ройзмана. Это изящная реверансия педагогу-органистке. В следующем году музыкальный смотр пройдет в 13-й раз. Расобещают много премьер. Любовь Башировна завела традицию разговаривать с публикой после концерта. Она как-то очень хорошо работает. Остается довольно много народу. Человек 30, 50, иногда 70, иногда еще больше. В общем, задают очень хорошие вопросы. Иногда эти беседы длится еще по часу. Так что вот это очень хорошо. Это на всех концертах мы соблюдаем свято эту традицию. Любовь Башировна, здравствуйте, дорогая. Здравствуйте, Саша. Так и не расставались. Только что встретились. Исполним, может быть, фрагмент, а может быть, Гречанинова начать. Программу музыканты называют изысканной. Исполнили редкозвучащие духовные произведения Макса Регера, Антонина Дворжака. Ярославцы услышали сочинения Иоганна Себастьяна Баха и Юрия Буцко. Этот концерт в канун Дня России, 11 июня, прозвучал в Большом зале Московской консерватории. В этом прекрасном зале, которому исполнилось не так давно более 120 лет. Священник Дмитрий Ильичев читал переводы с немецкого, что, как считают исполнители, очень украсило программу. Илья Барабанов, Марина Смарагдова, Игорь Мосин, Новости города. До дня рождения городского телеканала остается совсем немного времени. Всего две с половиной недели. 5 июля 1993 года ярославцы впервые увидели на экранах своих телевизоров новый канал. Городской телеканал стал неотъемлемой частью не только медийного, но и культурного пространства Ярославля. А приближающейся дате, 5 июля, мы посвящаем еженедельную рубрику «Нам 30». Марина Смарагдова сегодня вспоминает истории зарубежных поездок. Их было немало. Перемещение наших съемочных групп не ограничивается пределами Ярославля. Корреспонденты и операторы городского телеканала побывали во многих странах мира. Это и Франция, и Германия, и Испания, Соединенные Штаты Америки, Кипр, Израиль, Сербия. Ну а возвращаясь, они, конечно, делились впечатлениями своими телезрителями и показывали свои яркие репортажи в эфире городского телеканала. О нескольких вояжах вспомним сейчас. Золотая осень 2002 года. С той поры прошло более двух десятилетий. До командировки в город на осене был Израиль и Кипр. Но Франция оказалась самой плодотворной на встрече. Мы вообще-то по гражданству все французы. Но есть французского происхождения, но которые уже давно поют с нами. И некоторые из них отлично уже говорят по-русски. Телевизионный проект назвали «Православная Франция. Взгляд из Парижа». Он был посвящен русским эмигрантам, которые не потеряли веру отцов. Те, которые сохранили, так сказать, контакт с церковью, будь ли они глубоко верующие или не глубоко верующие, те, которые все-таки приходили в храм, они остались русскими. Те, которые были неверующие, они перестали абсолютно быть русскими. Волны эмиграции покатились после революции. И теперь по Елисейским полям гуляют уже пятое или шестое поколение выходцев из России. И абсолютно невероятным образом православие помогает им остаться со своим народом, пусть и далеко от родины. Работа над проектом продолжалась более полугода. А это уже Сербия. Страна, неразрывно связанная с нашей. Младшая сестра России – дитя славянской культуры. На Балкан наша съемочная группа отправилась в 2008-м. Незабываемая встреча. Ярославские бизнесмены давно работают с коллегами. Эмир Кустурица прилетел к нашей съемочной группе всего лишь по звонку своего друга. Ровно в шесть вечера, как и обещал, он приземлился на вертолете. На хвосте винтокрылой машины красовался символ последнего фильма «Кустурица завет». Принял подарки, говорил о политике. Год 2011. Семь городов, семь новых открытий. Франкфурт на Майне, Марбург, Франкенберг, Корбах, Кассель, Висбаден, Хуенштайн. Каждому журналисту ярославской делегации «Земля Гессен» открылась по-своему. Дружба, зародившаяся в 90-е, тогда выливалась в совместные проекты. Я рада приветствовать вас, представители Ярославской области. У нас Висбадене на земле Гессен. Для нас очень важны эти отношения. Мне приятно, что в свое время дружба между Касселем, который, как вы знаете, тоже находится на земле Гессен, и Ярославлем переросла в дружбу между вашей областью и нашей землей. Причем во многих сферах. 12 лет назад поездка была приурочена 20-летию партнерских отношений между нашей областью и землей Гессен. Оно стало реальным примером подлинно народной дипломатии, в которой вовлечены были тысячи ярославцев. Марина Смарагдова, Михаил Орлов, Новости города. Городские власти составили перечень мест, где запрещено купаться. Там установлены специальные знаки. В числе 13 зон, непригодных для водных процедур, есть хорошо знакомое побережье, где традиционно ярославцы совершают заплывы. Так запрет коснулся карьеров на Шевелюхе и Папанино, в районе водоема на территории бывшего завода Альтаир и в Петропавловском парке. Купаться запрещено также под авто и ЖД мостами. Как сообщили городскому телеканалу в центре гражданской защиты, Дзержинский пляж открыт, однако плавать там не рекомендуются плохие пробы воды. А вот на Тверицком все в норме на сегодняшний день. Это единственный городской пляж, где купаться разрешено. В центре города из-под земли забил фонтан. Как сообщили нашему телеканалу в ГУ МЧС России по Ярославской области, группа пожарных приехала на вызов из-за короткого замыкания на улицу Некрасова. При установке стендера на пожарный кран произошел гидроудар. Вследствие чего столб воды поднялся вверх на несколько метров. В результате ЧП у жителей соседних домов снизился напор воды. На место происшествия оперативно приехала бригада Ярославль-Водоканала, которая устранила аварию на сетях. Ярославцы богаче своих соседей по Центральному федеральному округу. Рейтинг по доходам населения составлялся на основе отношения медианных среднедушевых месячных доходов населения к стоимости фиксированного набора товаров и услуг. Ярославская область в рейтинге находится на 30-м месте. Однако доходы ярославцев гораздо больше доходов соседей по ЦФО. Не считая, конечно, Москвы и Подмосковья. И сейчас к спортивной части выпуска. Новым главным тренером Шинника стал Дмитрий Хамуха. Ярославский футбольный клуб сегодня подписал с Дмитрием контракт. Об этом сообщила пресс-служба «Черно-синих». Дмитрий Хамуха является серебряным и бронзовым призером чемпионата России в составе ЦСКА, обладателем Кубки страны в составе Грозненского Терека. С 2001 по 2003 год он играл в составе Шинника. За 69 матчей в Ярославском клубе забил 16 голов. В должности тренера Дмитрий Иванович выигрывал со сборной России Ю-17 чемпионат Европы в 2013 году. Завоевывал со сборной России Ю-19 серебряные медали европейского первенства в 2015. А в прошлом сезоне Дмитрий Иванович возглавлял команду «Калуга». Исполняющий обязанности главного тренера Дмитрий Воецкий покинул свой пост. Уход из Шинника связан с истечением срока действия контракта. Команде сейчас важен яркий лидер, который поведет клуб к новым победам. С именем Дмитрия Хамухи связаны успехи Ярославского футбольного клуба в начале 2000-х годов. Возвращение в 2001 году в российскую премьер-лигу. Седьмое и пятое места в элите российского футбола. На тренерской стезе Дмитрий Иванович выигрывал со сборной России чемпионат Европы. Завоевывал со сборной страны серебряные медали европейского первенства. Желаю новому тренеру удачи, а Шиннику ярких результативных игр и новых побед. Ярославский ЛОКО-76 опубликовал план предсезонной подготовки к чемпионату МХЛ. Молодежная команда выйдет из отпуска 26 июня. После углубленного медицинского осмотра наши спортсмены начнут подготовку к хоккейному сезону 23-24. В период учебно-тренировочных сборов команда Олега Крикуненко будет находиться в Ярославле. С 24 по 28 июля ЛОКО-76 сыграет на турнире в Череповце, а с 14 по 18 августа на турнире в Ступино. Также до конца лета наша команда планирует сыграть 4 контрольных матча дома и в гостях. Ярославские Ихтиандры взяли 14 наград на соревнованиях по подводному спорту. На первенстве России воспитанники спортивной школы номер 4 бились за звание лучшего в акватории реки Балаковка. По итогам турнира наши пловцы заняли первое место в общекомандном зачете, завоевав 4 золотых, 9 серебряных и 1 бронзовую медаль. Марафонские заплывы в Ластах проходили в четырех дисциплинах – в одиночных выступлениях и командных эстафетах. Всего на старт вышло 76 юниоров и юниорок от 14 до 17 лет из 11 регионов России. Четверо ярославцев выступят на первенстве мира по подводному спорту. Дмитрий Балабан, Екатерина Еремина, Вероника Мазина и Арина Пантина – представители 4-й спортивной школы. Участники были отобраны в состав юниорской сборной России. В нашу команду также вошли 26 лучших атлетов со всей страны в возрасте от 14 до 17 лет. Сборная выступит в Каире под флагом Международной Федерации Подводного Спорта. За звание сильнейших пловцов в Ластах будет биться более 350 спортсменов из 35 стран. Непогода на Кавказе. Ливни обрушились на Северную Осетию. Во Владикавказе введен режим ЧАЭС из-за подтоплений и селий. Штормить в Северной Осетии, по прогнозам синоптиков, будет до вторника. В Дагестане выпал град величиной с куриное яйцо. Повреждены автомобили, побиты стекла в домах. В Тюмень вернулась весна. Всего плюс 11 дождь. Что в Ярославле, расскажет Ольга Муравьева. О погоде на вторник расскажу я, Ольга Муравьева. Здравствуйте. Начиная с самого утра и до позднего вечера небо будет покрыто облаками. Во второй половине дня возможен мелкий дождь. Подробности далее. Скидки на квартиры до 70 тысяч рублей участникам СВО и их семьям. Подробности по телефону 28 88 00. Ночью во вторник в Ярославле область с прояснениями возможен небольшой дождь. Температура 10 градусов, ветер северо-западный 3 метра в секунду. Влажность воздуха 75%. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. Днем во вторник в Ярославле облачно, дождь, температура 18 градусов, ветер северный 4 метра в секунду. Влажность воздуха 59%. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Чистота – это комплексный подход в уборке вашего помещения. Мытье окон, химчистка мебели, ковров, матрасов. Ярославный клининг. Чистота – залог вашего успеха и престижа. Телефон 33 81 91. На этом я прощаюсь с вами. В студии была Ольга Муравьева. Всего доброго. До встречи на Городском. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Телеканала.